Разговор по чесноку на радио UFM Добрый вечер, уважаемые сограждане! В эфире программа «Разговор по чесноку» на радио UFM Мы, Ленар Мефтахов и Марина Хакимова, приветствуем наших телезрителей и радиослушателей Что под видом еды иногда продают в наших магазинах? Из чего на самом деле состоят продукты питания? Как отличить здоровый продукт от смеси химикатов? На эти и другие вопросы мы попробуем найти ответы в сегодняшней нашей программе А в гостях у нас врач-кастроэнтеролог Медицинского центра Академия Здоровья Звезда Кандидат медицинских наук Евгения Бодрягина Евгения Сергеевна, первый вопрос, который задает себе любая добросовестная домохозяйка Которая идет в магазин Это полезен ли тот продукт, который находится в красивой упаковке Который, возможно, приятен на вкус Как быть домохозяйкой? Как поступить, чтобы купить настоящий, действительно здоровый продукт? Первым делом нужно ответить на вопрос На три вопроса даже Которые укладываются в три слова Это что, где и когда То есть первое, что это Какой конкретно продукт хочет купить домохозяйка Где это место выбора То есть это супермаркет или маленький магазинчик около дома Или рынок И когда это не только время года Весна, лето, осень Но и время суток Это очень бывает важно Особенно, когда мы говорим о хлебобулочных и молочных продуктах Вот если идти конкретно по каждому вопросу Мы, в общем-то, и поймем, какие продукты нужны и когда выбирать А как отличить натуральный продукт от продукта с огромным количеством всяких химических примесей? По внешнему виду, наверное, можно отличить Если внимательно приглядеться На самом деле, первое, на что нужно обратить внимание Это на упаковку непосредственно То есть, безусловно, упаковка может быть очень красивой И там может быть написано все, что угодно Но красивая упаковка Это не значит, что красивый продукт внутри Хотя, конечно, те надписи, которые непосредственно на упаковке озвучивают производители Они должны говорить о составе продукта И нужно очень внимательно перевернуть упаковку И почитать именно мельчайший состав Понимая о том, что чем дальше от начала перечисления находится какой-то продукт То тем его меньше содержится непосредственно Ну вот если смотреть на продукты, да, многокомпонентные В которых там различное количество, так скажем, ингредиентов Вот, например, колбасы, йогурты, хлебобулочные изделия Возможно ли определить состав, скажем, колбасы на внешний вид? Может быть, не читая саму даже упаковку Потому что, ну, не всегда, честно говоря, и доверяешь Может быть, там написано все, что угодно А внешний вид, он о чем-то говорит? Конечно, внешний вид говорит И это зависит уже, если говорить о конкретном продукте Например, о колбасе Вообще лучше выбирать Если еще даже обратить внимание на название Выбирать лучше колбасные продукты Устоявшихся названий Такие, как, вот мы знаем, докторское, любительское Это те, которые еще идут с советских времен И более-менее можно быть уверен, что, скорее всего В общем-то, более-менее они соответствуют ГОСТу То есть мы привыкли к какому-то вкусу И там тяжелее нас обмануть В общем-то, да Но на какие хитрости идут производители Допустим, они могут добавить К названию слово «особое» или «новое» То есть докторское «особое» И вот это вот слово «особое» освобождает От малейших, от любых обязательств И они могут, в общем-то, уже напичкать в эту колбасу все, что угодно А внешний вид, если мы говорим, естественно, о самой упаковке Да, то она не должна быть порвана Сама вот эта вот оболочка Безусловно, она должна быть целостной И не должно быть вот этого белого налета Белый налет говорит о том, что были нарушены условия хранения Белый налет на чем? На самой колбасе, не на срезе, а вот на... В верхней части колбасы После того, как домой мы приехали, порезали, да? На пленочке, нет, на самой пленочке А, на упаковке? Ну, ведь в магазине обычно продавщицы делают очень хитро Они быстро берут полку колбасы и начинают ее протирать тряпочкой Вот они протирают тот самый белый налет, который появляется, когда нарушены условия хранения Это значит, что колбаса долго хранилась в достаточно теплых условиях Вот И это уже нарушение Соответственно, уже будут вкусовые качества и вообще польза продукта не та И на срезе тоже, естественно Ну, тут уже убирать по вкусу Кому-то нужно Кто-то любит больше жирина, кто-то меньше Но цвет Если мы говорим о вареной колбасе То, естественно, мы знаем, что мясо само по себе, но не розовое И цвет колбасы, он не должен быть ярко-розовый Как мы привыкли вот такого вот прям жвачного Какого-то такого цвета розового Это значит, что было очень много добавлено красителей туда И, в принципе, скажем так, здоровее и менее вредная колбаса Это та, которая менее розовая Чем бледнее, тем лучше Да, чем серее и непригляднее колбаса на внешний вид Что, если говорить о вареной колбасе, тем она, в принципе, полезней Такой продукт Ну, менее вредной, да Что касается, вот еще, если мы будем говорить о хитростях производителей То, исходя из названий, например, они могут назвать не сгущенное молоко, а сгущенка Не яблочный сок, а яблочный нектар Вот как по названию можно отличить Натуральный это продукт, стопроцентный Или это все-таки какая-то подделка Да, вообще, есть, кстати, нет Почему подделка? Ну, может, и не подделка, но существует ли разница между сгущенным молоком и сгущенкой? Да, безусловно Дело в том, что если написано сгущенное молоко То, значит, производители обязаны производить это из молока, из молочных жиров Если написано продукт сгущенный Или там продукт, что-то там, или сгущенка Варенка, да, то это значит, что там, скорее всего, нет молочных жиров Или они в очень малом количестве И много растительных жиров, таких, как пальмовое, ну, то самое пресловутое пальмовое масло Которое, в общем-то, ну, достаточно не полезно для организма А что вместо молока можно сгущенку-то положить? Растительные жиры А просто сухие сливки, допустим Вместе с растительными жирами они дадут ощущение сливок А пальмовое масло, чем оно так плохо? Вообще, пальмовое масло, оно на самом деле вызывает, ну, может, является фактором риска развития, в общем-то, и не только гастронатологических заболеваний Ну, ясно, то есть, если мы, допустим, увидели сгущенку, она наверняка качественно сделана, но это качественно сделанный несъедобный продукт Я правильно вас понимаю? Да, это съедобный продукт, но это не то, за что, в принципе, вы должны были, по идее, дать деньги, если вы хотите есть сгущенное молоко Но, если говорим о сыре, вот здесь вот гораздо больше возможностей для поделки, когда пишут сырный продукт Вот сырный продукт, это не тот сыр, который получается в процессе брожения, да, как он должен, в принципе, получаться Когда сыр, он очень долго получается, он настаивается, бродит, он, поэтому, получается, дырочки там, ну, и разные виды сыров там получаются Сырный продукт, это растительные жиры, и если внимательно почитать, то на упаковке не будет написано сыр, но будет написано сыр точка, продукт И вот эту точку очень желательно увидеть, может быть, даже надо лупу с собой брать в магазин, я не знаю То есть сыр точка продукт, это значит сырный продукт, да, на растительных жирах Который, на самом деле, сыром не является Не является И он не очень полезен, я так понимаю Естественно А в чем его вред? Дело в том, что большое, вы недополучаете тем самым животные жиры, которые вы, в принципе, должны получать Если вы употребляете, вот зачем употребляют сыр, молочные продукты, это животный жир и кальций Если вы употребляете вот эти вот продукты, молочные продукты, сырные продукты, да, и там и так далее То есть вы мало того, что не получаете животные жиры, которые необходимы нашему организму, вы не получаете кальций поскольку кальций, который там может быть и содержится, он просто не будет усваиваться. При этом мы, наверное, обманываем свой организм, да? Мы недопоставляем ему необходимых питательных веществ. И это уже, естественно, не будет здоровым питанием. А вот тут Марина еще спросила про сок 100%. А это вот что такое? 100% сок. Я не знаю, как насчет 100% сок, но 100% качество сока, это вообще ни о чем не говорит, если там написано, да? То есть если написано 100% качество на коробочке, в которых обычно продается сок, это еще не значит, что это сок? Это не значит, что там о 100% соке, потому что никогда не бывает 100%. Во-первых, 100% сока, это когда взяли лимон, этот апельсин, выжали его, и вот 100% сок. Ну, кстати, он не так уж и полезен, на самом деле, свежевышатый тоже. Нужно опять-таки открыть, перевернуть и почитать состав. Там будут подсластители, регуляторы вкуса, усилители, консерванты. И, в общем-то, там от самого сока останется тот минимум, который необходим для того, чтобы сок можно было называть соком, а, собственно, не нектаром. Ну, то есть вы хотели просто сказать, что сок и нектар – это все-таки разные вещи. Это разные вещи абсолютно, да. То есть, Яна, если правильно понимает, законодательство запретило называть соками все, что попало, но то, что если написано 100% качество, это получается… Если написано 100% качество, это не значит, что… Нужно понимать, что речь идет не о составе сока. Не о составе сока, абсолютно. Вот. А если мы увидели слово «нектар», то это лучше вообще не покупать. Лучше не покупать ни то, ни другое, на самом деле, потому что покупные соки и нектары – это вообще не то, что нужно предлагать ни себе, ни своим детям, ни своему организму, да, для того, чтобы считаться, что вы, значит, придерживаетесь, там, принципа здорового питания или здорового продукта покупаете. Лучше самим производить этот сок, да, в домашних условиях, опять же, надо смотреть, из чего. Вот вопрос, да что же тогда пить? А я… Да, вот вы тут просто еще так мимоходом так раз так вот легко сказали, что и свежевыжатые соки пить не надо. А что пить-то тогда? Нет, свежевыжатые соки пить можно. Свежевыжатые, собственно, ручно, из каких… Другой вопрос, из каких вообще фруктов. Если вы купили этот фрукт в магазине, в том же магазине, где и сок продается, прилавка, он глянцый, на нем куча наклеек, он весь блестит, его не поел ни один червяк, хотя он там ехал полгода, там, три месяца из какой-нибудь страны, да, то, в принципе, вы выжимаете в соковыжималку те же самые консерванты, химикаты и все прочее, что содержится и в коробочке. Вот. А если это все-таки свое подсобное, свои деревья, там, свои яблони, да, и выжили этот сок, то в чистом виде сок, концентрированный, свежевыжатый, пить нежелательно. Это слишком большая нагрузка сахара для организма. В чистом виде, то есть представьте, сколько вы съедите фруктов и сколько вы сока можете выпить из этих фруктов. Чтобы стакан сока получить, нужно выжать где-то 3-4 апельсина. И представляете, сколько, если вы пьете 2-3 стакана сока, сколько вы пьете, кушаете апельсин. Это не так уж и полезно, да. Вот. То есть об этом тоже надо помнить. Такие соки нужно просто разбавлять. А если мы говорим о яблочном соке, то яблочный сок, концентрированный, он очень хорошо разъедает эмаль зубов, вызывая, особенно детских, вызывая, собственно говоря, не только кариес, но и, в общем-то, можно потерять все зубы молочные. Конечно, они вырастут постоянно, но зубов уже не вернулись. А я вот слышала о сои еще. Одно время говорили очень много, что соевые какие-то наполнители добавляют в продукты. Сколько это вредно? Ну, соя вообще ее позиционируют с разных сторон. Сое это может быть как и, в общем-то, замена животного белка, да, если для людей, которые не употребляют там мясо. С одной стороны, ну, на самом деле, соя это такая вынужденная альтернатива для, наверное, вегетарианцев и людей, не переносящих животный белок. И, в общем-то, если вы спокойно кушаете мясо, то лучше, в общем-то, отказаться от сои. И как от наполнителей, и как от, не знаю, какого-то просто присутствия. А если вот опять же тогда продолжить тему вот этого мяса, про которое вы сейчас нам сказали. Но ведь когда и мясо покупаешь на рынке, ну, не факт, что это то мясо, которое можно кушать. Да не только на рынке уже. Уже и участника ты, наверное, будешь покупать непосредственно. Есть сомнения. Вот очень много говорят о том, что при выращивании крупного рогатого скота, особенно за рубежом, а при выращивании птицы, даже у нас тут в Татарстане, используются антибиотики. Во-первых, вредно ли такое мясо, напичканное антибиотиками? А если и вредно, то как людям определить вот это мясо? Стоит ли его употреблять пищей или нет? Ну, конечно, просто внешне, глядя на кусок мяса или там на кусок курицы, сложно сказать, напичканное это антибиотиками или нет. То есть нужно просто понимать, во-первых, что если это местный производитель какой-то, то все-таки уменьшается вероятность того, что чем-то это еще мясо дополнительно напичкано. Кроме антибиотиков. Кроме антибиотиков, да. Но, к сожалению, это, в общем-то, практически невозможно проследить. И даже если люди хвалятся тем, что покупая на рынках, да, и говорят, что я вот у него всегда покупаю, вот этот вот дедушка, он выращивает все на своем там участке, это все еще совершенно не факт, что он там действительно все это экологически чистый, потому что, конечно, это большие затраты, и такое, в принципе, мясо должно, во-первых, стоить намного дороже, чем обычная средняя цена мяса, да, а, во-вторых, это невыгодно малым предпринимателям, фермерам. Кстати, хочу заметить такую приятную тенденцию для людей, которые следят за своим здоровьем. В Татарстане появилась курица на прилавках, которая стоит в три раза дороже магазинной. И люди, которые ее продают, они утверждают, что она выращена на нормальном зерне, она росла не полтора месяца, а, как положено, там, три-четыре. Вот, такая курица появилась, и действительно, казалось, ну, внешне, кажется, вроде она более-менее нормальная. Начинают предприниматели понимать, что спрос есть, наверное, и на продукты, которые чуть дороже. Самое главное, люди начинают понимать, что лучше чуть-чуть переплатить, чем купить непонятно что. Безусловно. Но здесь, конечно, остается только полагаться на добросовестность вот этих вот фермеров, потому что или вы имеете полное право запросить любую документацию по продукту, пожалуйста, вам обязаны ее предоставить. К сожалению, это не так часто происходит, что наши покупатели в спешке, товариваются. А дело даже не в этом. У нас какая-то культура такая, да, общение, что, ну, не общение, а поведение, что когда, если начнешь спрашивать документы, это будет как наезд воспринято продавцом. Ну да, это подозрение, да. Поэтому, а наши люди воспитанные, культурные, лучший раз, наверное, лишний раз не будут просить. А вот если документы не просить, а вот посмотреть состав, на что стоит обратить внимание в составе? Состав, ну, состав куска мяса. Ну, я сейчас не промерзу. Вот вообще продукты питания. Вообще продукты питания. Стоит обратить внимание, в принципе, на процентное содержание того, что там перечислено. То есть это должно указываться. Ну, не всегда, конечно, так бывает. Нам, естественно, нужно понимать, да, опять же, я об этом говорила, что чем дальше от начала списка, тем меньше этого продукта. И когда пишут там с натуральной, там, не знаю, там, йогурт с натуральной клубникой, допустим, да, а эта там клубника, она там 15-я в списке, то там это натуральное, оно может и будет, но ее там на чан с йогуртом, там, может, одну клубничку положили, ну, вроде натуральная же, но ее при этом там полпроцента. Зато химию со вкусом клубники накидают. Да, полпроцента при этом, да. А вот усилителей вкуса, красителей, регуляторов, там, и всего прочего, этого будет в избытке, они будут где-то там в начале. И вот на это стоит обращать внимание именно на, во-первых, какое масло, какие, опять-таки, вот эти вот пищевые добавки, химикаты. А если продукт не имеет состава, скажем, яйца, вот как на яйцах не написан состав, из чего они стоят, как вот выбрать действительно хорошие, полезные, качественные? С яйцами вот интересно, потому что, в принципе, по внешнему виду можно определить, есть несколько хитростей, считается, что яйца высшей категории, первой категории, это крупные яйца, и все стараются убрать именно первую категорию яиц, хотя крупные яйца, это, в принципе, яйца от старых несушек, и, то есть, в общем-то, это изношенный достаточно организм, и, возможно, уже курица чем-то болеет, и, соответственно, ее яйцеклетка тоже, в общем-то, не особо здоровая. Поэтому мелкие яйца второй категории, нужно постараться искать все-таки в магазинах или на рынке яйца второй категории, это, значит, молодая несушка, которая только начала. Очень странно, да, что вторая категория, казалось бы, всегда... Ну, потому что категории, они идут по размеру, а не по качеству яйца, вот так. И нужно посмотреть, как хранится яйцо. У яйца есть тупой конец и острый конец, и правильно хранить яйца именно острым концом вниз, тогда это считается правильным условием хранения, и такие яйца дольше сохраняются свежими, не портятся. То же самое касается того, когда домохозяйка добросовестно уже принесет эти яйца домой и раскладывает в эти лоточки в холодильнике, нужно обязательно класть острым концом вниз. А цвет желтка, например, говорят? Ну, это уже можно, да, только дома, конечно, оценить. Цвет желтка, говорят, что такой насыщенный желтый цвет это деревенские яйца, это значит все уже точно вот прям хорошее и качественное яйцо. Это не всегда так, потому что, в принципе, сейчас подкрасить и сделав прокол, подкрасить желток и не составлять никаких проблем. Но, к сожалению, это невозможно выяснить в домашних условиях, остается только надеяться на это. Ну, и еще не стоит радоваться, когда вы разбили яйцо и там оказалось два желтка, потому что два желтка это очень-очень старая несушка, которая уже просто находится на последнем издыхании, у нее уже сбой идет ее цикла, значит, естественного, и она вот, значит, сносит яйцо с двумя желтками. А вот если сейчас как бы вообще поговорить о в целом продуктах питания, у нас как-то одно время очень модно было больше обращать внимание на импортные продукты, а как вы считаете, на какие продукты все-таки стоит обратить внимание, выбирая на отечественные или на импортные, и почему? Ну, тут нужно понимать, что если это импортный продукт, то, скорее всего, он, значит, транспортировался намного дольше, чем если это продукт местного производства, да, одно дело в течение часа привезти продукт, другое дело там везти его несколько недель, а то и месяцев по морям и по горам. Вот, то есть для того, чтобы, соответственно, для того, чтобы сохранить качество продукта, который производитель хочет довести все-таки до потребителя, они идут на разные ухищрения. Если это мясо, то его замораживают, а замороженное мясо и охлажденное мясо, это, естественно, совершенно разные вещи, и, конечно, следует всегда давать предпочтение мясу, которое никогда не было заморожено, чем многократно разморожено, потому что если это мясо заморожено было, вы никогда не узнаете, сколько раз оно было точно заморожено. Можно это узнать только по содержанию воды, но это же надо сначала его разморозить, то есть купить. Потом вы узнаете, что там от него осталось половина еда. И то же самое с рыбой, когда покупают, да, этот вот брикет рыбы, рыбы, она оттаивает, и от него осталась треть. То есть многократная заморозка, она разрушает вот эту структуру, и, собственно говоря, самой рыбой уже все, вы жуете, да, то есть рыба уже это не рыба. Это первое. Потом, естественно, туда добавляют различные, опять-таки, вот эти вот консерванты, чтобы это все сохранялось, различные продукты, да, то есть в мясо это могут опять вкалывать эти вот там антибиотики и какие-то еще, какие-то гормоны, еще чего-то. И потом для Запада, конечно, что касается мясных продуктов, более распространено, хотя и наши уже, да, вот как мы говорили, вкалывают эти антибиотики, но тем не менее там уже практически 100%. Вот. Ну и не только химическое, не только температурное, но здесь еще есть и радиационная обработка продуктов некоторых, допустим, если мы говорим об овощах и фруктах, то вот эти фургоны, их облучают для того, чтобы они лучше сохранились. Поэтому вы, в принципе, едите продукт, который содержит в себе радиацию. То есть отечественный продукт, он менее безопасен, потому что туда надо чуть меньше консервантов кинуть? Более безопасен, менее вреден. Менее вреден. Да, наверное, так. Да, ну, опять-таки, конечно, но здесь, вы знаете, палка о двух концах, потому что если мы говорим о фирмах, крупных фирмах, которые себя зарекомендовали на рынке, вот, это может быть и иностранная фирма, и тогда нужно обращать внимание не на импортера, а на производителя, потому что есть иностранный продукт, который производится в России. И тогда можно быть уверенным, что, в общем-то, то есть не все иностранное, это плохо, это не все заводится из-за границы. Есть же местные производители, тогда это, да, возможно, хотя технология производства, конечно, все равно будет одна и та же. То есть лучше все-таки местные. Вот чем ближе, тем лучше. И лучше у Бабаев в деревне. У Бабаев в деревне, но к нему нужно съездить, Бабаев в деревне, и посмотреть на его участок, где в него что там растет, или где пасется его корова, или какое зерно клюют его куры, потому что он может, в принципе, добросовестно чистить там свой участок, и действительно покупать там хорошее зерно, и не использовать какие-то химикаты, и для полива воду ничем там не обрабатывать. Но на соседнем участке не такой добросовестный Бабай, который использует все эти химикаты, а воды, они, в общем-то, подземные воды, они же не делятся на участки, они текут по всей земле, и соседние участки тоже заражают. То же самое и с воздухом, и все это распыляется, оно же далеко уходит. Вот эти химикаты, они попадают. А вот если продукт дешевый, это всегда плохо, и может быть ли хорошая качественная еда дешевой? Или если это дорого, действительно ли это говорит о каком-то качестве? Вот вы как-то анализировали вот эти вещи? Можете что-то здесь сказать? Да. Вообще, считать, что чем дороже, тем лучше, неправильно. Но и считать, что самый дорогой продукт, это обязательно самый качественный, тоже не стоит. Но не стоит и сбрасывать со счетов, в общем-то, недорогой продукт. Потому что дешевизна продукта, она может складываться из многих вещей, например, из той же самой упаковки. Это может быть просто непрезентабельная упаковка, потому что производитель не заморачивается на какую-то яркую упаковку. Ему это, в общем-то, не нужно. И, допустим, он... Ну, допустим, возьмем макаронные изделия, да? Вот как-то с ними проще вот обсудить. Есть подороже макароны, они мягче, это мука высшего сорта. Но, в принципе, мука второго сорта, это та же самая нормальная мука. И, да, эти макароны будут чуть пожестче, и, да, их придется варить чуть подольше. Но, в общем-то, если мы говорим о пользе, то дешевые макароны полезны, ну, или, там, скажем так, не вредны, точно так же, как и дорогие. Поэтому здесь нужно понимать, за счет чего производитель поднимает цену своего продукта. Если он действительно печется о качестве, да, и поставляет качественный продукт, и уменьшает количество консервантов, и маленькие срок годности ставит, то, да, я согласна. А если это высокая цена за счет упаковки, и за счет того, что очень агрессивная реклама, что тоже должно окупаться, тогда, конечно, нужно понимать, что это просто реклама, маркетинговый ход, все. А вот что касается вкусно и полезно, особенно детей, да, детский такой вопрос, вот конфеты, чипсы, ну, особенно, когда праздники, Новый год, подарки, конфеты, дети накидываются на это все, и, наверное, врачи после Нового года, подарок от правкома, от завкома, от детского садика, со школы, от бабушек-дедушек, со седей, да, и так далее. Вот, например, конфеты, да, вкусно, особенно для детей. Но насколько это полезно? Вообще, насколько могут быть опасны конфеты? Вообще конфеты не давать. Вот тут других вариантов нет. Ну, если ребенок хочет, и все вокруг едят. А почему не давать конфеты? Никто не должен есть конфеты. Потому что кроме вреда никакой пользы, вот, я бы так сказала. Ну, то есть это продукт вообще не натуральный? Это продукт... Дело не в натуральности, дело в том, какое он действие оказывает на организм. Мало того, что все, начиная с ротового полоса, начинает портиться у ребенка, да, опять же, я говорю, это мягкие зубы, это эмаль. Дальше происходит. Это большое количество глюкозы, это большое количество сахара. В ответ на это поджелудочная железа начинает вырабатывать большое количество инсулина. Это такая инсулино-глюкозный бум для организма, инсулиновый бум. Потом истощается поджелудочная железа. Именно вот эти вот скачки, выработки и опасны для организма. Плюс, опять же, если мы говорим о составе этой конфеты, даже если она самая натуральная, там все равно есть сахар. А если уж она не натуральная, там используются какие-то красители, опять-таки, там какие-то ароматизаторы и так далее, от которых язык становится красным, зеленым, там желтым, еще там каким-нибудь каким-нибудь... Представляете, что творится с листью желудка, если у нас уже язык такого цвета. Поэтому однозначно просто не давать... А вот желудка, ешки, как им быть? Ну вот есть люди, которые не могут жить без сладкого. Таких достаточно много. Если мы говорим о взрослом населении, то есть альтернатива. Пожалуйста, есть шоколад, горький шоколад. Там тоже есть сахар. И его много не съешь. И это хорошо с точки зрения попадания большого количества сахара в организм. Но при этом он более-менее безопасен. А как быть родителем, когда вот такой наплыв конфет и всяких подарков? Ведь у нас... Я помню, когда я рос, в новогоднем подарке, ну, помимо нескольких конфеток, там еще было печенье, там еще были какие-то фрукты, мандаринка, там яблоко. А сейчас, как правило, это сплошные конфеты. Ну, после любого такого серьезного праздника дома скапливается, наверное, у многих по несколько килограмм конфет. Что с ними делать? Выбрасывать. Вот просто брать и подарки, которые тебе дали, выкидывать? Да. Потому что передаривать их кому-то, в общем-то, передаривать... Брать на свою грех душу. Да, да, да. Вредный продукт, зачем это нужно? И кушать самим просто для того, чтобы не пропало, это вот точно не та позиция, которой должны придерживаться люди. Потому что это у нас, к сожалению, очень плотно стоит, да, что вот все продукты надо доесть, особенно которые начали портиться. Я вот тут срежу эту подпорченку, а остальное съем. Ну как же, жалко же, пропадет же. Вот жалко, в первую очередь, должно быть свой организм, а не продукт. Продукт — это всего лишь химия. Вот особенно если мы про эти конфеты говорим, там химия, там сахар, там ничего особенного нет. А вот конфет море вырабатывает каждый день, их миллионы. А вот организм у вас один. И я считаю, что нужно жалеть себя, а не конфеты. Поэтому да, смело и просто не стесняйся. А вот как врачи, вы можете сказать, какие, как могут химические компоненты в составе продуктов отразиться на нашем здоровье? Какие они болезни вызывают? Может быть, аллергию и так далее? Огромный спектр заболеваний вызывают пищевые продукты. Вернее, не сами пищевые продукты, а то, что в них еще, кроме, собственно говоря, самопродукт содержится. Это, конечно, и различные аллергии, да, и непосредственно повреждения, если мы говорим о пищеварительном тракте, это повреждения слизистой оболочки, начиная с ротовой полости, и пищевод, и желудок, и кишечник. То есть, все наши знакомые, все мои гастриты и язвы, это, в принципе, одним из факторов риска развития этих заболеваний является именно химиката, который содержится в продуктах. Ну, как этого избежать, не употреблять такие продукты? А я вот такие истории слышал, что когда в Европе эксгумацию тела делают, из могилы выкапывают, там люди как живые лежат. Ну, они законсервировались за счет еды, которые употребляли всю жизнь. Ну, наверное, у нас тоже сейчас то же самое. Ну, а вот эти консерванты, которые так хорошо сохраняют нас после смерти, они вредны? Для здоровья какую-то вредь несут или нет? Или это просто вот такая... Вот эти фосфат натрия, нитрат калия, Е, вот эти вот цифры. Ну, они, на самом деле, надо сказать, что вот эти вот все Е, они тоже разные бывают, да? Вот если мы говорим именно о консервантах, то это не самое вредное, что мы можем скушать, но пользы от них однозначно тоже никакой. И кушать консерванты для того, чтобы всегда остаться молодой и красивой, точно не стоит. Да, в общем-то, точно не стоит, потому что это в любом случае вмешивание в естественные физиологические процессы, микропроцессы, проходящие в организм человека. Конечно, если начинать объяснять, это будет очень долго и нудно, поэтому уж не будем. Но пользы однозначно никакой не будет, а вот вред каждому вот этого вот фосфата и там еще чего-то до конца не изучен, кроме, собственно, накопления вот этих фосфатов. Это же все металлы там, половина из них это какие-то металлы, они накапливаются в печени, в почках, в кишечнике. Парафин, который, если уж мы так, я немножко отвлекусь, которым натирают эти яблоки, он откладывается, если мы кужим вместе с кожурой, он откладывается в кишечники, уменьшая поверхность вот эту всасывательную, в итоге вы недополучаете. Представьте, вы годами кушаете парафин, если вы не чистите яблоки перед тем, как их покушать. Покупные яблоки. Покупные яблоки, да. Покупные, да. Ну, сразу же свечки кушать. Вот. Если мы говорим там о ешках, таких как наполнители, да, такие как, допустим, модифицированный крахмал или каргинан, то, к примеру, каргинан вообще является таким одним из уже доказанных факторов риска развития хронических воспалительных заболеваний кишечника. Это неизлечимое заболевание, которое, в общем-то, не самым приятным симптомом проявляется, и лечение его достаточно долгое, и подхватить можно, а его лечить нет. А модифицированный крахмал, вот о котором тоже сейчас много говорят? Модифицированный крахмал, да, он чуть менее вредный, чем вот этот вот каргинан, но тоже, в общем-то, для чего он нужен? Он нужен для того, чтобы увеличить объем продукта. Для того, чтобы вы объем продукта увеличили не за счет мяса того же самого, да, в колбасе, а за счет вот этого крахмала, который может быть до 25%. А, вот сейчас говорите про наполнители, да? Вот, то есть, как бы перешли на такую вот интересную тему, вот, наверное, просто не все телезрители понимают, может быть, стоит немножко пояснить, то есть, вот колбасный цех. Да. 200 грамм массы колбасной, но из этих 200 грамм можно сделать 400, если туда кинуть вещество, которое не имеет цвета, ой, запаха и вкуса, да, такой своеобразный пластилин. То есть, веса становится в два раза больше, а покупатель это не чувствует, а может быть, чувствует, но не понимает, что что-то не то. Да. Вот. То есть, вот, я так понимаю, эти наполнители бывают разные еще, да, плюс ко всему. Да, да. Ну, вот про один из них я уже сказала. Ага, вы про него сказали, что он вредный, потому что говорят, что, типа, а это как, никакого вреда нет, это же вообще так, пластилин какой-то. Ну, вот если про вот этот модифицированный крахмал, да, говорит, что, в общем-то, как любой крахмал, крахмал, он нужен, он тоже нужен организму, но не в таких количествах, в которых он присутствует в, ну, в тех же самых колбасных, допустим, изделиях, то есть, в таких количествах, которые мы потребляем. Представьте, на один кусочек колбасы, сколько вы при этом съедите мяса, то есть белка получите и животных жиров, и сколько вы при этом съедите крахмала, который, в общем-то, не переваривается в нашем организме, но который при этом может, ну, если говорить, очень просто забивать наш кишечник. А кроме колбасы, вот такие вещи еще куда для веса создают, для массы? Куда кидают? В общем-то, куда угодно. Для любой продукт, которому нужно загустение. То есть, в те же печенья? Безусловно. Печенье для загустения теста и для его, там, какой-то рассыпчатости. То есть, для того, чтобы создать, увеличить массу продукта, одно и то же кидают и в колбасу, и в печенье. И в молочную продукту. И в молочную продукту, и в сметану, да, и в сгущенную вот эту вот сгущенку. Так называемую сгущенку. Так называемую сгущенку, да. Майонез, наверное, да, тоже то, что требует, как вы сказали, загустения. Майонез, да. Майонез вообще тоже лучше вообще не кушать, никакой. А почему? Майонез надо делать самим. А то есть, самим, если самим делать, то можно, да? Да. А что плохого в покупном майонезе? Вот, опять-таки, классический майонез, который можно сделать самим, это яйца, оливковое масло, горчица, да, по-моему, и соль, там, по-моему, перец, и, в общем-то, все. И все это смешивается в блендере. В блендере, да, при высокой скорости, и получается такое масло. Она, да, он будет, вот если вы сделаете хоть раз сами майонез и увидите, какой он, вот, да, он жидкий, он такого неприятного, желтоватого, какого-то нездорового цвета, вот, он не такой насыщенный по вкусу, но это тот майонез, который можно кушать, вот, не опасаясь чего-то. А теперь вспомним, какой майонез продается в магазинах, густой, такой, он такими красивыми зигзагами ложится, да, на продукт такими, вот, как это, с серпантином таким, он такой белый. Вот, чтобы вот этого всего добиться, добавляет кучу всего, кроме тех продуктов, которые только должны быть в майонезе. Зачем нам эта куча? А что такое ароматизаторы, которые аромат придают, это что такое? Тоже какая-то химия? Ну, в общем-то, да. Есть, допустим, ароматизаторы, ароматизаторы идентичные натуральным, да, или там, вот как-то так они это пишут. То есть, идентичные натуральным, это уже надо задуматься. Это не натуральные, да, безусловно. Идентичные. А вообще, натуральный ароматизатор, это, собственно говоря, сам продукт, который дает свой аромат. Другое дело, что ведь, ну, как сказать, ну, не пахнет же вот клубничкой вот этот йогурт, если в него просто добавить клубники. Вы сами попробуйте натуральный йогурт смешать просто с клубникой, он не будет пахнуть клубникой. Как заставить покупать этот продукт, да, потребители? Покупные йогурты прямо как духи, они пахнут. Открываешь баночку, и оттуда запах, еще и цвет. На всю кухню. И вот, чтобы был и запах клубники, и цвет клубники, еще добавляют, соответственно, ароматизаторы и красители. Натуральный краситель — это сама клубника. А вот идентичный натуральному — это вся химия. Опять-таки, зачем она нам нужна? Я хочу напомнить нашим радиослушателям, что в эфире программа «Разговор по чесноку» на радио ЮФМ. Вот, наши телезрители это видят, это они понимают, а радиослушателям, наверное, не мешало бы напомнить. В гостях у нас кандидат медицинских наук Евгения Бодрягина, врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Академия здоровья «Звезда». Ну вот, сейчас мы уже проговорили, что существуют наполнители, ароматизаторы, красители, всевозможные консерванты и так далее. Про антибиотики. Очень много антибиотиков мяса, если продолжая эту мясную тему, то, что достаточно актуально. Как эти антибиотики, которые содержатся в огромном количестве мяса, которые мы покупаем, в основном, как правило, куриное мясо, практически все, кроме того, что ты сказал, напичканное антибиотиками, как они отражаются, эти антибиотики, на нашем здоровье? Если есть регулярно эту курицу с антибиотиками напичканными, что изменится в организме? — Тут нужно сразу развеять, наверное, тот миф, который существует у некоторой части населения, которые покупают курицу, делают куриный бульон и пьют его при простуде, исходя из того понимания, что куриный бульон будет содержать антибиотик, который уже содержится в курице. — Уже даже такое пошло, да? Вместо антибиотика в курице покупают. — Когда-то мне на лекарстве. — Одно и кушают, и лечатся. То есть никакого лечебного эффекта, естественно, этот антибиотик не будет производить на человека, а вот устойчивость к этому антибиотику у вашей внутренней микрофлоры создаться. Это о чем говорит? О том, что в следующий раз, когда попадет какой-то патоген, возбудитель, который вызывает бронхит или пневмонию, и вы начнете лечиться антибиотиками, этот микроорганизм, он не отреагирует на антибиотик, то есть вы не вылечитесь этим антибиотиком. Вам придется брать следующий уровень выше антибиотиком, он сильнее, он мощнее ударит по организму, чтобы все-таки вылечиться. Если вы пошли на уровень выше, значит, вы, употребляя время от времени этот антибиотик, приобретете устойчивость к нему, и вам придется выйти еще на уровень выше, то есть третьего-четвертого поколения антибиотики, широкого спектра уже брать. А в курице, получается, антибиотик, он слишком слабенький для нашего организма уже, да, привыкшего? Он слабенький в плане того, что ему нельзя что-то вылечить, но он достаточно хитрый, чтобы выработалась устойчивость. Устойчивость, то есть нельзя будет этим антибиотиком вам вылечиться потом, если вы заболеете. Ваши микрофлоры, ну не ваши, а патогены микрофлоры не отреагируют. А какие-то болезни это вызывает или нет? Антибиотики? Да, курица с антибиотиками. Как-то на организме, ну какие-то, не знаю, изменения в организме происходят? Изменения в организме именно, значит, опосреданно антибиотиками, ну, в общем-то, как на любой антибиотик может быть аллергия. Да. Вообще сейчас аллергия настолько часто встречается, практически каждый второй валяет аллергией в той или иной степени. Виноваты консерванты, продукты питания? В том числе, да. В том числе и продукты питания, и вот этот именно, не сам продукт, бедный, там, несчастный продукт питания. Которого там не так уж и много продуктов. Ну, наверное, много чего может содержаться. Надо сказать, что может быть не столько опасно, сколько то, что не хотелось бы, чтобы там было. Да, когда мы говорим о, допустим, таком продукте, как, ну, колбаса, да, сборный такой продукт, который много чего обычно. Куда можно напихать много чего, потому что все равно не поймешь, что там находится. И желательно, конечно, читать, очень желательно читать при этом состав, потому что, пусть это даже не будет очень вредно, но зачем вы будете кушать, например, мясомеханической обвалки, что означает, что это перемолотые кости курицы. А некоторые производители, честно, пишут, да, что они туда кидают? Ну, они это пишут. Если вы вот почитаете сардельки, сосиски, то там написано мясомеханической обвалки. Это перемолотые. Вот что такое вкус сосискам дает, прекрасный вкус. И потом нужно понимать, что если это, допустим, продукт, ветчина, это свинина, и ее, она должна явно быть дороже, чем кусок мяса, да, который столько же стоит, потому что еще же есть его обработка, упаковка, там, и так далее. То же самое, в принципе, касается и колбасы из говядины. Вот. Если этот продукт стоит дешевле, значит, он дешевле стоит за счет вот этих вот всех вот механической обвалки кожи. А что с кожи еще попадает? Остатки перьев, когти, клюв, если это курица, туда попадает, да. И, допустим, если это сардельки, ну, скажем так, если написано сардельки говяжьи, то, наверное, они из говядины. А если написано сардельки с мясом говядины, то там, может, мясо говядины 10%, а все остальное это вот та самая перемолотая курица. А, то есть, вот это принципиально важно, с мясом говядины, то есть, не из говядины, а с мясом говядины. Да, с мясом. То есть, вроде как она там есть, эта говядина. Все понятно. Ну, там еще, ну, там можно было бы так написать, с клювом курицы, то же самое, да? С перьями, чтобы быть честнее. Да, чтобы быть честнее. Вот там, в середине нашего разговора, вы сказали, что очень много металлов попадает в наш организм. Но я так понимаю, ну, не каждый металл, наверное, вреден. Железо, вот я с детства помню, что нам нужно употреблять не килограммами, конечно, но тем не менее. А про какие металлы вы говорили? Я говорила в основном про алюминий, про фосфаты, про вот фосфор, про что там еще. Ну, вот в основном про эти. Они плохо выводят организму и имеют свойство накапливаться, а они токсичны в больших количествах. А с какой целью производители вот этот алюминий нам в продукты? Алюминий идет в составе каких-либо химикатов. То есть это чего-то там, чего-то там, вот эти длинные нечитаемые названия, там, возможно, есть вот эти металлы. То есть это даже длинная химическая формула, в ней может быть много-много чего. Вот этот каждый в отдельности, он может еще сам по себе быть не самым полезным. Плюс еще он может входить в взаимодействие с другими, создавая новые соединения. Там они же между собой тоже химические реакции уступают. А вот среди молодежи стало очень популярно пить лимонады различных крутых марок. Ну, лимонады, наверное, неправильно будут сказать сейчас, они так уже говорят. Газированные напитки. Газированные напитки, да. Только их и пьешь, потому что если человек учится, скажем, или работает, у него нет возможности чай с собой в термосе носить, что еще пить? Нет, ну можно взять вообще-то и простую воду питьевую. Но вот берут именно вот эти газированные напитки. Которые очень красиво выглядят. Много очень говорят о том, что они вредны. В чем их вред? Да. Они такие вкусные. Вкусные. Ну, тут я с вами поспорю бы. Если какое-то время их не употреблять, потом вот выпить совершенно отрава. Нет, я вот на самом деле, я вот как-то недавно попробовал, я ужаснулся. Я вкус не увидел, но молодежь считает, что вкусные. Ну, хорошо, пусть. Значит, кроме того, что опять там неизвестно, что красители, да, и те же самые ароматизаторы, потому что вряд ли туда размололи клубнику, вряд ли там лимон туда действительно на самом деле выжили. Там еще находится огромное количество сахара. Уже, наверное, все знают вот эти вот картинки, сколько содержится в пол-литровой бутылке газировки, да, сколько в литровой, сколько. Это практически полупаковки сахара, сколько вы выпьете этой газировки. Вы можете выпить литр за вечер. Можете? Можете. То есть вы съедите, ну, стакан сахара. И так каждый день. Кроме того, что это огромное количество сахара, а сахар, ну, опять-таки, да, это огромное количество глюкозы, это не только вредно, чтобы там, ну, не потолстеет, да, то есть это все ерунда. Это быстрые углеводы. Они вызывают большую нагрузку, опять же, на поджелудочную железу, вызывают кратковременное чувство не эйфории, а прилива сил, бодрости. И, в общем-то, ну, позволяет проснуться, скажем так, особенно еще и в сочетании с энергетиками каким-нибудь. Вот. Проснуться, но дело в том, что как они быстро поднимаются, так они быстро и снижаются в нашем организме эти сахара. И через некоторое время человек чувствует упадок сил, плюс опять жажду, потому что такие напитки, они вообще не утоляют жажду. Именно внутреннюю жажду, ту, которой действительно организму нужна вода. И человек покупает новый упадок воды. И такого в день может быть 3-4, сколько? Это как зависимость. Вот вы очень интересно сказали, что человек, который не пил такие напитки, да, или пил давно, то он не почувствует вот этого вот неземного блаженства, о котором говорят в рекламе. Но вот, например, дети, молодежь, они точно действительно подсажены, очень многие, на эти чипсы, на эту воду. Они не пьют, для них невкусно все остальное. То есть для них настоящий лук невкусен, им вкусны чипсы со вкусом лука. Вот есть ли какой-то, не знаю, может быть там, я не могу сказать, наркотический эффект, а что-то такое, почему молодежь хочет все больше и больше именно конкретно этого продукта и не идет, и не пьет нормальную воду и так далее. Есть. Чаще всего добавляют этот пресловутый, который все знают уже, глутамат натрия, особенно в пищевые продукты, да. Что такое глутамат натрия? Его изначально придумали в Китае, и это придумано было, это была в свое время такая бомба, и, значит, что вроде бы у нас было острое, там, что там, горькое, кислое, соленое, сладкое, да, вот вроде четыре вот этих вот было, теперь, значит, появился пятый вот этот вот вкус, который невозможно было описать как-то вот, он же вроде бы не горький, не соленый, он усиливает, открывает новые горизонты вкуса, и все было так прекрасно, его назвали умами, вот это китайское слово, ну и его прекрасно использовали, потом все полетели его использовать, потому что, конечно, продукты такие шли на ура, и, но потом появились тревожные сообщения о том, что у людей, которые, значит, употребляют в больших количествах этот глутамат натрия, появляются тревожные расстройства, нарушение сна, различные неврологические, да, расстройства, привыкание вызывает этот глутамат натрия, и, в общем-то, такое состояние назвали, когда, вот вы, как вы говорите, невозможно уже употреблять нормальную пищу, это называется синдром китайского ресторана, да, то есть человеку необходимо иметь в пище глутамат натрия для того, чтобы почувствовать хоть какой-то вкус. А вот у нас еще одна беда появилась, это полуфабрикаты, и сейчас ими завальность и прилавки, если не брать тему состава этих пельменей, потому что, ну, мы понимаем, что это все зависит от того, добросовестный производитель или нет, вот, допустим, вот эти замороженные продукты, они какой-то вред несут? Ну, вред не особый, но пользы тоже никакой, потому что вы никогда не знаете, с чего это сделано точно. Заморозить можно все, что угодно, это и квелы, и листья капусты, да, и подпорченное мясо. Нет, а вот сам по себе замороженный продукт, замороженный полуфабрикат, это... Сама по себе заморозка тоже, конечно, ухудшает качество очень сильно, потому что это разрушение структуры, нормальной структуры самого продукта. Поэтому... А если мы покупаем все-таки замороженные продукты, для себя решили, что мы разморозим, ничего страшного, на что стоит обратить внимание при покупке полуфабрикатов, например, тех же пельменей? Ну, опять же, да, на состав, на производителя, на количество мяса, там, и какое мясо, потому что там та же самая механическая обвалка, пожалуйста, вот. Когда непосредственно варим, это на сам вот этот вот продукт, то есть, естественно, он не должен расползаться, рассыпаться в руках, и если при варке вы чувствуете уже какой-то неприятный вкус, цвет какой-то непонятный, накипь на вот этом вот бульоне, такого неприятного цвета, отдающий антибиотикам, то, в общем-то, лучше, опять-таки, это выбросить, чем в себя. К сожалению, мы тему полуфабрикатов раскрыть уже не успеем, поскольку наша программа подходит к концу, но я хочу напомнить, что у нас в программе разговор по чесноку на радио ЮФМ была кандидат медицинских наук Евгения Бодрягина, врач-гастроэнтеролог Медицинского центра Академии Здоровья «Звезда». На этом мы прощаемся, всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова